Маджхима Никая, 43. Махавидала сутта. Большое собрание вопросов и ответов. Я слышал, что однажды Благословенный находился в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики, и тогда достопочтенный Маха Катхитта, выйдя во второй половине дня из своего уединенного пребывания, Обратился к достопочтенному Сарипутти, и по прибытии отправился к достопочтенному Сарипутти, и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями, а затем сел рядом. Мудрость И тогда он обратился к достопочтенному Сарипутти, друг. Говорят так, человек со слабой мудростью, со слабой мудростью. До какой степени, друг, говорится, это человек со слабой мудростью? Он не распознает, он не распознает, так, друг, говорится о человеке со слабой мудростью. И что он не распознает? Он не распознает это страдание, он не распознает это причина страдания, он не распознает это прекращение страдания, он не распознает это путь, ведущий к прекращению страдания. Он не распознает, он не распознает. Так говорят о человеке со слабой мудростью. Сказав «Очень хорошо, друг», достопочтенный Маха Катхита, порадовавшись и согласившись с утверждением достопочтенного Сарипутты, задал ему следующий вопрос. «Распознает, распознает. Так говорится. До какой степени, друг, говорится, что человек распознает?» «Распознает, распознает. Так, друг, говорится о человеке, который распознает. И что он распознает? Он распознает это страдание. Он распознает это причина страдания. Он распознает это прекращение страдания. Он распознает это путь, ведущий к прекращению страдания. Распознает, распознает. Так говорится о человеке, который распознает. Сознание. 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 Так говорится. До какой степени, друг, говорится, что это сознание? Оно познает. Оно познает. Оно познает. Поэтому, друг, говорится, что это сознание. И что оно познает? Оно познает. Приятно. Оно познает бесполезно. Оно познает. Ни приятно, ни бесполезно. Оно познает. Оно познает. Поэтому говорится, что это сознание. Распознавание и сознание, друг. Эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Распознавание и сознание соединены, они разъединены, друг. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек распознает, то он познает. Что он познает, то он распознает. Таким образом, эти качества соединены, они разъединены. И невозможно, разъединив их одно от другого, провести разницу между ними. Распознавание и сознание, друг. Каково различие между этими качествами, которые соединены, они разъединены? Распознавание и сознание, друг, из этих качеств, которые соединены, они разъединены, распознавание следует развить, а сознание полностью постичь. Чувство 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 так говорят До какой степени, друг, говорится, что это чувство? Оно чувствует Оно чувствует Поэтому, друг, говорится, что это чувство. И что оно чувствует? Оно чувствует удовольствие. Оно чувствует боль. Оно чувствует ни удовольствие, ни боль. Оно чувствует. Оно чувствует. Поэтому говорится, что это чувство. Восприятие Оно воспринимает красное. Оно воспринимает белое. Оно воспринимает. Оно воспринимает. Поэтому говорится, что это восприятие. Чувство, восприятие, сознание. Друг эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Чувство, восприятие, сознание. Друг эти качества соединены, они разъединены. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек чувствует, то он воспринимает. Что он воспринимает, то он познает. Таким образом, эти качества соединены, они разъединены. И невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Глаз мудрости. Друг. 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 Чем человек знает качество, которое можно знать? Качество, которое можно знать, человек знает глазом мудрости. В чем заключается цель мудрости? Цель мудрости заключается в прямом знании. Ее цель – полное постижение. Ее цель – отпускание. Правильные взгляды. Друг. Сколько существует условий для возникновения правильных взглядов? Друг. Есть два условия для возникновения правильных взглядов. Голос другого и должное внимание. Это два условия для возникновения правильных взглядов. И в сопровождении скольких факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума как плод и результат и состояние освобождения мудростью как плод и результат. В сопровождении пяти факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума как плод и результат и состояние освобождения мудростью как плод и результат. Вот случай, когда правильные взгляды сопровождаются нравственностью, изучением, обсуждением, спокойствием, прозрением. В сопровождении этих пяти факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума как плод и результат и состояние освобождения мудростью как плод и результат. Становление Друг Сколько всего видов становления? Друг Есть три вида становления. Становление в мире чувств Становление в мире форм Становление в бесформенном мире И как осуществляется дальнейшее становление в будущем? Существа, охваченные невежеством и скованные жаждой, восторгаются то здесь, то там. Вот как осуществляется дальнейшее становление в будущем. И как не осуществляется дальнейшее становление в будущем? За счет угасания невежества, появления явного знания и прекращения жажды. Вот как не осуществляется дальнейшее становление в будущем. Первая Джана. Оставлением сопровождаются направлением ума на объект и удержанием ума на объекте. Это называется первой Джаной. И сколько факторов присутствует в первой Джане? В первой Джане присутствует пять факторов. Когда монах достиг пятифакторной первой Джаны, то наличествует направление ума, удерживание ума, восторг, счастье и однонастроенность ума. Таким образом, в первой Джане наличествует пять факторов. И сколько факторов отброшено в первой Джане? И сколькими она наделена? Пять факторов отброшено в первой Джане, и пятью она наделена. Когда монах достиг первой Джане, то чувственные желания отброшены, недоброжелательность отброшена, лень и апатия отброшены, неугомонность и беспокойство отброшены, сомнения отброшены. И там присутствует направленность ума, удержание ума, восторг, счастье и однонастроенность ума. Таким образом, в первой Джане пять факторов отброшены, и пятью факторами она наделена. Пять опор. Пять опор. Каждая из которых имеет свою область, отдельную сферу, и они не пересекаются, не накладываются друг на друга. Это опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела. И что у этих пяти опор, каждый из которых имеет свою область, отдельную сферу, которые не пересекаются и не накладываются друг на друга, имеется в качестве общего переживающего? Что испытывают все их областью? Друг. Что испытывают все их области и сферы. И что касается этих пяти опор. Опоры глаза, опоры глаза, опоры уха, опоры носа, опоры языка, опоры тела, за счет чего они продолжают наличествовать? Эти пять опор, опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела, продолжают наличествовать за счет жизненной силы. А жизненная сила продолжает наличествовать за счет чего? Жизненная сила продолжает наличествовать за счет тепла. А тепло продолжает наличествовать за счет чего? Тепло продолжает наличествовать за счет жизненной силы. Друг Сарипутта, как мы поняли, ты сказал. Жизненная сила продолжает наличествовать за счет тепла. И как мы поняли, ты сказал, тепло продолжает наличествовать за счет жизненной силы. Как следует понимать эти утверждения? В этом случае, друг, я приведу тебе пример, поскольку бывает так, что благодаря примеру умный человек понимает значение сказанного. Представь себе горящую масляную лампу. Ее свечение можно увидеть в зависимости от пламени, а пламя можно увидеть в зависимости от свечения. Точно так же, жизненная сила наличествует за счет тепла, а тепло за счет жизненной силы. Формирователи жизненной силы Друг, являются ли формирователи жизненной силы тем же самым, что и состояние наличия чувств? Или формирователи жизненной силы это одно, а состояние наличия чувств другое? Формирователи жизненной силы это не то же самое, что и состояние наличия чувств, друг. Если бы формирователи жизненной силы были тем же самым, что и состояние наличия чувств, то нельзя было бы распознать выход монаха из состояния прекращения чувствования и восприятия. А поскольку формирователи жизненной силы это одна вещь, а состояние наличия чувств другая, то можно распознать выход монаха из состояния прекращения чувствования и восприятия. Сколько качеств отсутствует в теле, которое оставлено и покинуто как бесчувственное полено? Когда в этом теле отсутствуют эти три качества, жизненная сила, тепло и сознание, оно лежит оставленным и покинутым как бесчувственное полено. В чем отличие между тем, кто мертв, чей срок вышел, и монахом, который достиг состояния прекращения чувствования и восприятия? В случае с мертвым, чей срок вышел, его телесные формирователи угасли и затихли, его словесные формирователи угасли и затихли, его жизненная сила исчерпалась, тепло ушло, и его способности рассеяны. А в случае с монахом, достигшим состояния прекращения чувствования и восприятия, его телесные формирователи угасли и затихли, его умственные формирователи угасли и затихли, но его жизненная сила не исчерпана, тепло не ушло, и его способности неимоверно четкие. В этом различие между тем, кто мертв, чей срок вышел, и монахом, который достиг состояния прекращения чувствования и восприятия. Состояние освобожденного ума Друг, сколько всего условий для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума? Друг, есть четыре условия для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума. Вот монах, оставляя счастье и страдательность, вместе с более ранним исчезновением восторга и беспокойства, входит и пребывает в четвертой джхане, в чистейшей невозмутимости и осознанности, в ни удовольствии, ни боли. Таковы четыре условия для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума. Сколько всего условий для достижения беспредметного состояния освобожденного ума? Есть два условия для достижения беспредметного состояния освобожденного ума. Недостаток внимания, уделяемого всем объектам, и направление внимания, свойству отсутствия объектов. Таковы два условия для достижения беспредметного состояния освобожденного ума. И сколько всего условий для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума? Есть три условия для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума. 1. Недостаток внимания, уделяемого всем объектам, и направление внимания свойству отсутствия объектов, и предшествующее волевое решение. Таковы три условия для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума. 2. А сколько всего условий для выхода из беспредметного состояния освобожденного ума? 3. Есть два условия для выхода из предметного состояния освобожденного ума. 4. Направление внимания на все объекты и недостаток внимания, уделяемого свойству отсутствия объектов. 5. Таковы два условия для выхода из беспредметного состояния освобожденного ума. 6. Безграничное состояние освобожденного ума. 7. Состояние освобожденного ума. 8. Основы отсутствия всего. 9. Состояние освобожденного ума пустотности. 10. Беспредметное состояние освобожденного ума. 10. Различны ли эти качества как в названии, так и в значении? 11. Или же у них одно значение, но различаются лишь только названия? 11. Безграничное состояние освобожденного ума. 11. Состояние освобожденного ума основы отсутствия всего. 12. Состояние освобожденного ума пустотности. 13. Беспредметное состояние освобожденного ума. 14. Есть способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии. 14. И есть способ объяснения, когда эти качества имеют одно значение, но различны в названии. 15. И каков способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии? Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознание, наполненное доброжелательностью. Он продолжает распространять такой ум вверх, вниз, вокруг и всюду, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознание, наполненное состраданием, сознание, наполненное сорадованием. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, в четвертом, сознание, наполненное беспристрастностью. Он продолжает распространять такой ум вверх, вниз, вокруг и всюду, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, наполненным беспристрастностью, обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Это называется безграничным состоянием освобожденного ума. И что такое состояние освобожденного ума? Основа отсутствия всего? Вот монах, полностью выйдя за пределы основы бесконечности сознания, распознает, здесь ничего нет, и входит, и пребывает в основе отсутствия всего. Это называется состояние освобожденного ума, основы отсутствия всего. И что такое состояние освобожденного ума пустотности? Вот монах, уединившись в безлюдной местности, у подножья дерева или в пустом жилище созерцает. Это лишено самости или чего-либо присущего самости. Это называется состоянием освобожденного ума пустотности. И что такое беспредметное состояние освобождения ума? Вот монах перестает обращать внимание на все предметы, входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Это называется беспредметным состоянием освобожденного ума. Таков способ объяснения, когда эти качества различны, различны и в значении, и в названии. Страсть, друг, это создание ограничений. Отвращение – это создание ограничений. Невежество – это создание ограничений. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти три корня порока были оставлены, уничтожены, сделаны подобно обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не способные возникнуть в будущем. Если говорить о безграничном состоянии освобожденного ума, то ничем не вызванное состояние освобожденного ума – это самое наилучшее. Это ничем не вызванное состояние освобожденного ума лишено страсти, лишено отвращения, лишено невежества. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти три корня порока были оставлены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не способные возникнуть в будущем. Если говорить о беспредметном состоянии освобожденного ума, то ничем не вызванное состояние освобожденного ума – это наилучшее. И это ничем не вызванное состояние освобожденного ума лишено страсти, лишено отвращения, лишено невежества. Это, друг, способ объяснения, когда эти качества одинаково в значении, но различны только в названии. Так сказал достопочтенный Сарипутта. Удовлетворенный достопочтенный Маха Катхита восхитился словами достопочтенного Сарипутты. Комментарии к сутте. Распознание и сознание, друг, из этих качеств, которые соединены, а не разъединены, распознавание следует развить, а сознание полностью постичь. Развлечение следует развить как часть четвертой благородной истины – пути практики, ведущей к окончанию страданий. Сознание следует полностью постичь, как объект цепляния, и это часть первой благородной истины – истины о страдании. Смотри Санюта Никая 56.11. Эти пять опор – опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела – продолжают наличествовать за счет жизненной силы. Жизненная сила ААУИ – это сила, определяющая естественный срок жизни. Друг, являются ли формирователи жизненной силы тем же самым, что и состояние наличия чувств? Формирователи жизненной силы – это намерение продолжать жить. Будда вошел в Паранибану через три месяца после того, как прекратил формирователи жизненной силы. Смотри Дик Никая 16. И каков способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии? Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, и в третьем, и в четвертом. Первое направление – восток. Вот монах, уединившись в безлюдной местности, у подножья дерева или в пустом жилище, созерцает – это лишено самости, или чего-либо присущего самости. Смотри Маджхима Никая 106. И что такое беспредметное состояние освобождения ума? Вот монах перестает обращать внимание на все предметы, входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Смотри Маджхима Никая 121.